Ребят, а у вас тоже есть список важных дел на лето? У меня в этом году получились максимально разноплановые дела. Это и новые креативные рубрики для вас, и забота о здоровье, и обновление косметички. С последним пунктом я особенно хорошо справляюсь. Все новые позиции заказываю на мегамаркете в маркетплейсе, где собраны миллионы товаров, от бытовой техники до аксессуаров. А главное, сейчас делать покупки на мегамаркете можно максимально выгодно. А все потому, что на маркетплейсе действует повышенный кэшбэк до 50% бонуса Минсберг спасибо на категорию красота и уход. Этими бонусами сможете расплатиться в следующий раз, покрыв до 99% от стоимости товара. Вот, например, я взяла классный уходовый крем всего за 635 рублей. При этом бонусами мне вернется еще 147. Если хотите, чтобы шопинг был еще более выгодным, тогда не забывайте про промокод МЕГАУХОД, который суммируется с повышенным кэшбэком и дает скидку 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей. Заниматься шопингом на мегамаркете не только удобно, но и действительно очень выгодно. Каждую неделю у ребят супер акции и цены, а доставка всегда бесплатная. Делайте покупки на мегамаркете этим летом. Ребята, всем привет! Новый день, новый влог! Какое всем число? Зай, 13-е? 13-е. Я в новенькой кофточке, которая мне пришла прямиком из магазина. Ой, я уже забыла, какой заряд или H&M. Качество так себе. Да не, нормально, обычная кофта на улице, опять похолодание, вчера был сильный дождь, позавчера тоже. Ну, короче, погода просто треш. Хорошо, что скоро мы улетаем. Ой, я вам, по-моему, даже не рассказала, что у нас там была за история с билетами на самолет. Вот. Мы покупали билеты. Билеты бронировали за нескольких заявок, за то, что там Слава заявки какие-то оставлял, чтобы нам лучшие хорошие билеты подобрать. Мы все думали, так взять, так, три или два. Я же как себя фантазировала. Думала, что мы возьмем три билета на Аню тоже, чтобы у нее было свое место. Но понятно, что пока мы будем взлетать, она будет ко мне пристегнута, но потом я смогу ее положить типа на гамак специальный для самолета. Короче, так не получилось делать, потому что так можно только, если ребенку два года и старше. Короче, думали, так взять, обычный типа эконом рассматривали. Потом психанули, ну, как не психанули, ну, ладно, гулять-то гулять. Поедем реально в супер-пупер-классный отпуск. Короче, в итоге мы взяли не эконом, а комфорт и билеты на двои с маленьким ребеночком. Нам обошли, это просто в 200 тысяч туда-обратно. Это огромная сумма, у меня в голове блядь не укладывается. Ну, просто, это просто реально. Так я прикидывала, ну, то есть билеты нам должны были обойтись, ну, типа в 120 тысяч максимум. 100, ну, типа 50 туда, 50 обратно. Вот, но у нас там они какие-то супер-пупер улучшенные. Помимо того, что это комфорт, у нас там будет не три сидения в ряду, то есть с нами чужих людей не будет, а два. И они такие типа, как может в бизнесе. Ну, короче, когда полетим, вам покажу, стоило это своих денег или нет. И обязательно посмотрим, как выглядит эконом, как выглядит комфорт, чтобы сравнить. Потому что эконом мы бы заплатили, сколько там было за и 170? Так бы мы заплатили 150-170. Ну, короче, мы так, когда считали, я не помню, сколько там сумма была за эконом. Короче, когда мы считали, переплата типа 70 тысяч. Мы решили переплатить 70 тысяч, страшно, но, знаете, в такие моменты мы как рассуждаем. Наш же отель пригласил, ну, то есть у нас там ночи бесплатные, не все. Что-то мы оплатили, и тоже нормально так. Мы решили шиковать в этом отпуске, потому что мы взяли себе двойной номер. Короче, нам отель, можно сказать, дарит, пригласил нас пожить в двойном большом шикарном номере. Большую часть ночей. Этот номер, конечно, он дороже. Мы решили, понятно, не продлевать тот, который меньше, а продлевать этот же. И поэтому сумма нам тоже вышла большая. Поэтому нам отпуск, конечно, обходится нормально. Так, несмотря на то, что нас отель пригласил. Ну, знаете, как в голове думаешь, ну, отель пригласил, дарят там ночи за там отметочки, туда-сюда. Ань, ну, что творишь? И поэтому как бы отпуск должен получиться, ну, чуть ли не бесплатный. Ну, так, чутка заплатишь за билетики, ну, да, в итоге нормально. Выходит как полноценный, дорогой отпуск. Короче, ну, я безумно жду эту поездку, очень рада. Аня тоже идет, будешь танцевать? Что там за песни будут? Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, будешь вот так танцевать. Сейчас Анечка едет к маме моей. Будет у нее сегодня весь день тусить, пользоваться благами горячей воды. Да. А мы поедем сейчас на квартиру. К нам туда приезжает сейчас замерщик с материалами для мебели. Вот, у нас уже сделали замеры. Но тогда нас не было, не помню, где мы были. Ну, короче, сейчас мы будем конкретно выбирать материал. Вот так. Посмотрим, что там сделали. Зададим наводящие вопросы. Когда, наконец-то, я там буду раздавлять свои вещи в гардеробе. Ну, собственно, работаем. Ой, блядь, я ухода не могу. Вот почему так, почему так? Я всегда одеваюсь неправильно, не по погоде. Не, я могу кофту снять, у меня там топ. Но все равно как-то в нем некомфортно будет. На улице просто класс, когда ты ходишь. Прям ветерок, свежесть. И вот в этой кофте хорошо. А в машине сдохнуть, блядь, можно. Просто сдохнуть. Короче, что я говорила? Сайт заглючил, нас заблокировали. То есть сайт авиакомпании нас заблокировал, потому что думал, что мы... Как это правильно называется, зай? Это. Хакеры. Типа, пытаемся кучу заявок отправить и типа положить сайт условно, поняли? Блядь, чего? Ну, сколько ты заявок сделал? Ну, пять максимум. Да не больше четырех. Я просто там, может быть, типа... Так, нам направо больше? Да, да. Может быть, у них защита подумала, что я делаю какие-то подозрительные действия. Дело не в заявках, а в том, типа, куда ты тыкаешь там и так далее. Я не знаю, как у них это работает. Ну, большая же компания. У них там, наверное, штат программистов огромный. И они защищаются от... И они не могут разобраться, что человек просто пытается там билеты подобрать и хакеры. Это же не люди делают. Это делают программы... Программа делает. Окей. Вот. Как у меня на Вио, типа, много людей жалуют, что их банят, типа... А их просто банят автоматически, потому что программа думает, что они, типа, злостные нарушители. Так вот, Слава звонит в эту авиакомпанию на следующий день. Мы подумали, что их сайт просто лег. Он звонит на следующий день в эту авиакомпанию. Долго звонит. Там вот эта музычка, подождите, сто лет. Короче. И такой, девушка, вот так и так, у меня не работает сайт. И тут я, короче, беру и захожу на их сайт, а у меня был включен VPN. И прикиньте, что? Сайт открывается. И Слава такой, ей говорит, а, все понятно. У нас он, типа, работает с VPN, а без нет. И она такая, а, ну, все, что вопросы? Он говорит, в смысле, девушка, какие еще вопросы? Вы заблокировали мой IP-адрес. Ну-ка, давай, разблокируй. Она такая, не-не-не, я вообще не при делах, я не знаю. Они вообще ничего не понимают. Все, блин, никто нам не помог. И мы заказали билеты с помощью, ну, через VPN. Ну, самое главное, чтобы мы хорошо долетели, чтобы были хорошие комфортные условия. Посмотрим, как это все будет проходить. А мы уже приехали. Паркинг. Заезжаем. Мы немножко опаздываем на 20 минут. уже, но не знаю. Неприятно. Из-за влога во влог мы куда-то постоянно опаздываем. Мне пишут в комментариях, какая я мразь неблагодарная. Заставляю людей ждать. В прошлый раз я опоздала к парикмахеру. Вот такая вот я мразь. Все, Анюту отдали. Я забыла маме записать голосовое, в котором расскажу, как с ней, с этой Анюткой. Нужно себя вести. Мы вроде как решили перейти на один дневной сон. Не уверена, что время пришло. Вчера она у нас спала один раз днем. И каждый раз, когда она у меня спит один сон дневной, она потом ночью обязательно просыпается. Типа в, не знаю, в 4 утра. И мне вот это не нравится. Потому что, когда она у нас спит два ночных сна, она может, конечно, уснуть позже 11. Например, чтобы, не знаю, ближе к 12. Например. Но это, конечно, вообще мне не нравится. И когда она спит два дневных сна, я просто поделилась режимом в Телеграм. И начала писать, типа, что за нафиг вообще? Вы неправильно живете. Нам комфортно. Нам нравится то, как мы живем. Мы встаем обычно в 10, в 10.30. Аня просыпается сама, как по часам. Потом, получается, где-то к часу 30 она спит. Первый дневной сон. Час-полтора она спит. Потом мы просыпаемся, гуляем, играем. И в следующий раз где-то в 7.30 она засыпает. На второй сон и спит, ну, полчаса, 40 минут. То есть она просыпается ближе, типа, в 8.30 условно. Да? Там 8-8.30. Потом мы гуляем, играем. И в 11 мы спать. Вот. Иногда она засыпает в 11. Иногда чаще. Все-таки в 11, типа, 30-40. Вот так вот. Но зато она потом всю ночь спит. Абсолютно не просыпается. Но бывает, я ее долго укладываю. Получается так, что варианта 2. Если мы не спим второй дневной сон, она быстро засыпает на ночной. Если она спит два дневных сна, то она потом долго засыпает на ночной сон. Мне приходится ее долго качать, ходить. Вот это вот все меня прям иногда выбешивает. А если она спит один дневной сон, то тогда она быстро засыпает на ночной, но обязательно потом проснется. Какого-то хрена. Все, мы идем в квартиру. Так, мы сейчас будем выбирать... У нас есть вот такие вот... Как это называется? Тесты. Тесты. Родинки. Это вот у нас фасады такие должны быть в ванной комнате. Тебе какой больше нравится? Мне вот этот как будто... Да. Этот какой-то поддешевле выглядит, да. Этот как-то более благородный. Уже определились. Тут, скорее всего, вот эти варианты для кухни и детской, мне кажется. А вот это для серединки. Это вот там, где эта арка, да? Под аркой. Сейчас посмотрим, да. Ну вот эта кухня и детская, это должны быть типа шкафы, точно? Шкафы. А серединка, это, скорее всего, напротив то, что должно быть. Вот из этих тебе какой-то цвет нравится. Но у меня вот этот. Вот, потому что он выглядит как такой бежевый с нежной розовинкой. Потому что эти тоже какие-то не очень. Ну здесь, да, этот слишком яркий. А вообще не зеленоватый он совсем. Пошли туда, в детскую. Ну вот эти между собой хорошо смотрятся. Вот у нас такой пол, и мы сейчас подбираем фасады, то, что у нас будет гардеробное. И нам сначала предлагали, и мы долго рассматривали вот этот оттенок, потому что он схож вот с этим. То, что у нас будет в ванной комнате. Вот, и вообще он типа похож на наш проект. Ну а сейчас мы посмотрели, что вот этот, я хочу тоже потом на видео посмотреть. Он такой, как будто с рыжиной. Но он светлее, чем, ну кажется, светлее, чем вот этот. Вот этот прям такой темный. У нас такие полы дома темные, мне кажется. Но по итогу, мне кажется, вот этот вот. Под разным освещением, конечно. И вот эти между собой, мне кажется, даже еще больше похожи, чем вот с тем. Вообще прям. Ну класс. Так, ребят, во-первых, все это время на квартире я снимала зачем-то с моего. Так что, знаете. Короче, сейчас здесь на квартире как раз наш строитель. Мы обсудили, что у нас тут еще осталось, какая движуха. Сейчас вам тоже все покажу. Мы здесь уже, наверное, часа два с половиной, мне кажется. Да, мы здесь очень давно. Но мы сделали большое дело. В принципе, все согласовали, все выбрали по мебели. Запускают сейчас. Все в работу запустят. Вот. Только с одним столом у нас остались вопросы. Его, наверное, мы будем каким-то другим придумывать. Это тоже займет время. Но на стол пофиг. Он не горит. Как кухня, гардероб. Его можно и попозже, если что, довезти, доделать, опоздать. Пофиг. У нас здесь практически... У нас здесь, по сути, все, можно сказать, готово уже под покраску. Пол везде почти лежит. Не везде лежит. Почему? Вот здесь его нет. Потому что на кухне там занимаются камнем. Всякими такими моментами, которые могут, возможно, повредить пол. Ну, короче, решили его обезопасить. Здесь у нас сейчас вот так. Получается, здесь у нас шкафы пойдут. Мы выбирали цвет шкафов в детской. Вот я вам сейчас сломала, покажу. Серединка. Это вот эта вот часть в шкафу. Такой, как бы, бирюзовенький. Что думаете? Тут он вообще немножко, как будто даже зеленый на проекте. А тут немножко... Ну, мне нравится цвет. Хороший. Вот, видите? О чем речь? То есть это вот так вот. Ну, мне кажется, хорошо сочетается. Цвета супер и для детской, и для этой кухни. Все подобрали. На самом деле, это все Лиля выбирала. У нас компания «Кто мебель» делает она из Питера. Так же, как и Лиля. Вот. И она же нам посоветовала. Поэтому она там все подобрала заранее. И мы как бы все это согласовывали еще на месте. Думали, размышляли, прикладывали. Чтобы точно все было окей. Вот. Есть некоторые моменты, которые будут, не знаю, как решаться. Ну, как-то решаться, понятно. У нас получается мебель фасады одного цвета определенного, который мы выбрали. А это-то не мебель. Это нужно красить под мебель. Поэтому нужно будет еще подбирать краску. Не знаю, как это будет все делаться. Но главное, чтобы это все было идентично. Потому что по проекту, вот показываю вам фотку, оно все должно быть одного цвета. Вот наша старая плитка, которую мы поменяли. Сейчас покажу вам теперь, как у нас стало. Я уже показывала. Вот. Но тут теперь уже стоит еще ванна, которую можно посмотреть. Короче, тут тоже много вопросов, деталей, тонкостей решали. Потому что наш шкаф пойдет досюда. Либо прилагали досюда. Ну, короче, вот это, скорее всего, будем как-то затирать. Ну, не мы, понятно, наш строитель. Потому что вариант был шкаф либо сюда делать до этой штуки. Но тогда здесь было бы пустое пространство и торчал бы шкаф. Ну, то есть странно. А сделать, если шкаф вровень к стене, то тогда вот это видно. И это надо все как-то затирать до самого конца. То есть, короче, знаете, я первый раз в ремонте. И могу сказать, что это все, конечно, интересно. И очень много, действительно, тонкостей, деталей, с которыми надо разбираться и решать. Вот. Такой теперь тут камень. Мне очень нравится. Я очень-очень рада, что мы решили поменять камень. И, в общем, он нам еще не весь пришел. Поэтому это тоже немножко затягивает процесс ремонта. Но лучше так. Зато у нас будет камень красивый, который нам точно понравится. Вот. Сюда еще должна прийти черная какая-то вставка, по-моему. Или просто камень. Короче, что-то еще ждем. Туалет у нас не такой будет. Это вот встретили его пока повесили для пользования. Вот. Здесь тоже всякие моменты интересные. Короче, будут некоторые... Ну, не косяки, но не так идеально, как на картинке. В силу каких-то возможностей или невозможностей. Потому что здесь у нас полочки будут открыты. Вы помните по проекту. Или вот сейчас покажу. И там будет немножко видно крепление. Но меня это не пугает. Мне пофиг. Вот. Еще уточнили. Как раз пока мы сейчас живем в квартире, где нет горячей воды. Мы уточнили по поводу водонагревающей системы. Здесь она у нас есть. Мало того, она такая будет... Должна быть хорошая, мощная. Она будет делать горячую воду, нагревать воду в этом помещении. То есть у нас тут душ. В душе будет горячая вода. Раковина будет горячая вода. И там у нас кухня. То есть на кухне тоже будет горячая вода. Вот. На... Получается, вот эту комнату нам... Ну, немножко типа не хватит. Поэтому ванной мы не сможем пользоваться в следующем году, когда летом здесь отключат горячую воду. Ну, может, мы вообще в это время окажемся на даче с новеньким ремонтом на даче. И вообще, короче, красота будет. Поэтому кофе. Главное, будет место, где вообще помыться, умыться. И на кухне тоже, чтобы руки в ледяной воде не мочить. Вот. Короче, куча таких тоже моментиков интересных. Здесь у нас, получается, должна быть гардеробная. Как бы как прихожая гардеробная. И тут тоже есть нюанс. Потому что нужно было выбрать цвет полочек. И как бы шкафы так открытого. Где у нас будут вещи висеть на рейле. Где у нас будет обувь стоять. И мы решили не выбирать сейчас цвет. Потому что мы не знаем еще, какой цвет у нас, ну, чтобы выбрать, будет стен. У нас стены будут одного цвета по всей квартире. И это мы узнаем позже. Вот. То есть будет как в проекте. Но это мы еще... У нас нет покраса в духе, чтобы приложить и все это выяснить. Вот. Тут решали по поводу стола. Все остальное, в принципе, у нас ясно, понятно. Короче, были моменты, которые мы долго так обсуждали. И чтобы точно все было окей, мы вроде разобрались. Еще хотелось бы вам показать. Вот эта дверь у нас такая проблемная. Ну, мы этого не замечаем. И мы в деньгах не теряем. Но у нас, получается, сначала эту дверь прислали с зеркалом с этой стороны. Ну, то есть ошибка была. А у нас же с той стороны зеркало. Потом прислали что-то там зеркало цветом, по-моему, отличалось. Оно там какое-то затемненное должно быть. Сейчас там большое расстояние от потолка до двери. А должно быть как здесь. Ну, может, чуть побольше из-за зеркала. Сейчас вам покажу. Получается, видите, сколько там расстояния. Конечно, из-за света великует. Великует. Короче, вообще небольшое пространство от потолка до двери. А там прям большое. Поэтому эту дверь снова будут менять. Но менять не за наш счет, конечно. А компании, к которой мы обратились. Вот сколько здесь дверей, получается, которые заменили. И только одна. Ну, их потом, наверное, заберут. Я не знаю. И получается только одна дверь. А, две, наверное. Или три. Короче, не пойму. Ну, в общем, тут-то тоже дверей пока нет. В общем, да, двери меняли. Это прям с ума сойти. Тут тоже плиточка уже есть, как видите. Вот. На полу тоже везде плитка есть. Совсем забыла вам показать. Тут плиточка у нас тоже уже есть. Вот. Понятно, что вот эти швы, которые здесь видно, оно все будет затираться. Ну, короче, мне все нравится. Вот. Тут всякие работы ведутся. Плитка нарезается. Такие вот кусочки, вставочки. Остаточки. Ну, короче, в целом все. Короче, мы уже здесь в квартире. Вот есть вход, видишь? Что за вход? Который с нашей стороны, где наше место парковочное. Понял? Да. Вот наши машины. Понял? Ну, короче, нас немножечко нарезали. Когда мы покупали здесь парковку, мы планировали, что она будет рядом с лифтом. Ну, то есть мы специально спрашивали у этих всех настройщиков. Настройщики. Вот. И нам показали, что вот парковка, а вот дверь. Все. Вы в лифте. Не, ну, по сути, тут можно же пройти до лифта. Но там удобнее, быстрее, реально. А оказалось, что эта дверь не к лифту ведет, а к лестнице, которая нахер, мы не лестница. Мы живем на высоком этаже. Я что-нибудь по лестнице пойду. Короче, у нас есть камера хранения. У нас есть кладовая на минус втором этаже. Эта кладовая, она типа вообще как подарок шла, когда покупали квартиру. Но как подарок? Она, мне кажется, самая маленькая из тех, что там есть. Там вообще кладовые... Ну, на самом деле, сейчас я вот даже думаю, что мы могли бы еще кладовую взять. Ну, нахерясь, у нас есть дача, да? Тогда, по-моему, эта кладовая стоила что-то типа 270, но это на этапе, когда дом еще строили. А сейчас-то они дороже стоят. Мне кажется, мы сейчас не зайдем сюда. А какой же ключ от нее? Короче, чтобы зайти в кладовую, есть дверь, от которой ключ. Раньше, я не помню, что был ключ. У меня есть связка, где от самой кладовой. Туда не можем попасть уже второй раз, потому что нет какого-то ключа. И я сейчас дома, когда мы выходили, нашла какой-то ключ. Она точно от этого дома. Оказалось, что он тоже не подошел. Короче, там у нас стоит елка. И мы хотим положить вот эту юбку от елки. Когда Слава елку туда отвозил, мы забыли про вот эту хиря-бору. Теперь нам приходится кататься. Слава, как всегда, в своем репертуаре. Я-то думаю, как он в тот раз туда попал, в эту кладовую. Оказывается, он брал ключ такой петюга. Сейчас мы попадем в кладовую и покажем вам, как там все стоит. Давно там не была. Хочу посмотреть, как там люди уже все заставили. А свет тут автоматический? О, нам надо тоже так сделать. Чтобы не видно было, что у нас там. Тут еще много места. Да нет, это самое маленькое. Да, ну а что нам сюда хранить? Вот наша елочка. Ой, да ладно, тут открываем. Что нам хранить? Да хрена чего. Зачем ты открываешь? Закинь ее просто туда и все. Мне что, 10 лет? Иногда да. Да нормально. Еще же в потолок можно. Здесь можно вообще сделать эти полки. Понял? Давай проходим, пошли надеемся. Кто тут что хранит? Велосипеды, самокаты. Тут кто-то, я думаю, строительными делами занимается. Ремонт. Да. Пошли сюда. Какой-то тамок себе поставил. Ну да. Подрабатывает. И самое стремное, что рядом с нами. У кого-то вообще... Какие-нибудь это, для хранения видишь эти. Да, типа как у нас на даче в подвале стоят и все. И он что хочет кладить. Да, я смотрю, тут некоторые кладовые большие. Вот это вообще большая. Вот это посмотрю. Ооо. Вот это самое огромное. Ну ладно, не будем. Мне кажется, это не культурно. Ходим таким, снимаем, что у кого где лежит. Прикольно, все равно кладовую иметь это класс. Но у нас в этой квартире, например, нет балконов, как в той. Но мне нравится, вообще нравится. Мы можем много чего там хранить. На самом-то деле. У нас есть дача и вот. Например, мы всегда раньше на дачу ездили за елкой. И это был геморрой. А теперь мы можем не ездить на дачу за елкой. Ну, типа мы можем и вообще никогда на дачу не возить, потому что мы же в Москве обычно елку ставим. Прикольно. Короче, класс. Вот, так что наконец-то мы освободились от этой байды. Ой, хорошо, все класс. Теперь сегодня какие дела? Работа, 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 работа. А мне нужно снять интеграцию, заказать продукты для рекламы. Еще приедут документы на подпись привезут. И надо еще пожрать. Сегодня где-то что-то как-то. И я думала, что может быть даже начать собирать еще и мадам. А что я кофе свой не взяла? Короче, так что мы видели, как девушка высунулась из окна и протягивала руку за пакетом. Типа она заказ принимает. И там девочка спереди ее фоткает. Ну, прикольно. Я бы тоже хотела такую фотосессию. Вон, видите, она куда-то поехала. А, мы приехали во вкусной точке, потому что хотим жрать. Так, ребята, мы уже пришли домой. Аня все еще моей мамой и будет там до вечера, потому что мы сегодня поделаем какие-то полезные дома. Вот. Пока Анюта с мамой, тем более, они хорошо проводят время, они гуляют в парке, несмотря на дождь. Вы где? Вы где? Я в первый раз в жизни заказала подгузники от бренда. Представьте себе. Хамперс. Трусики, точнее. Мы уже давно перешли на трусики, не подгузники. Я хотела... Мы пользуемся всегда Нэппи. Нэппи Клаб. Я их очень люблю. Мы с ними сотрудничали. Они сначала нам взяли подарок. Еще, по-моему, я даже... Я еще беременна была. Они сделали нам подарок. Потом мы с ними даже сотрудничали. Я продолжала покупать, заказывать. И до сих пор продолжаю покупать, заказывать их трусики, пеленки. У нас их трусики, пеленки, их салфетки. Влажные. Вот. И то есть я прям, ну, люблю этот бренд сама. То есть без сотрудничества, без бартеров. Я сама покупаю их трусики. Ну, и ребенку все это одеваю. Короче, ну, мы сейчас перешли на новый размер с Аней. Она, точнее, перешла. Но я как бы ей подсказала, так скажем. Короче, перешли с L на XL. Потому что в них действительно покомфортней. Они побольше. Я хотела заказать трусики на Ане. Но их не оказалось ни на Wacket Place, ни на сайте на Эпиклад. Я обломалась. Думаю, что делать. Не то, чтобы мне это горит, прям сейчас заказывать. Но я решила попробовать заказать другие. Потому что... Блин, а вот эти, кстати, как будто бы тут... Надо сравнить, девочки. Ждите. Так, экспериментус. Разница уже видна. Мне кажется, в Nape Club они более тугие. Но хочу сказать, что у нас у Ани никогда ничего не протекает. Все реально супер-пупер. Интересно по состоянию внутри вот этой ткани. Я могу сказать, что на Эпиклад мне кажется мягче. Однозначно мягче. И мне самой было бы комфортнее в Nape Club. Я не знаю, как вам передать эту внутреннюю подгузность. Но вот здесь прям мягко. Здесь. То есть тут прям, мне кажется, даже видно. Качество камеры должно передавать текстуру, чтобы вы поняли. Здесь оно прям мягенькое. То есть оно прям вот бархат, нежное. Здесь не мягко. Не твердо, да, ничего. Но не сказать, что мягко. И тут вопрос. Не факт, что вот это плохо. Может быть. Хоть тут и типа нет такой мягкости. Но может быть летом это даже и неплохо. Может быть оно более... Я не знаю. Знаете, я всегда раньше думала, что я буду пользоваться для Ани трусиками подгузниками Мэрис. Потому что у меня мама такими для детей пользовалась. И вообще как-то я про них всегда слышала. А в итоге вообще. Вот у меня любимчик это на Эпиклаб. Но вот я чувствую, что вот эти более плотные. То есть тут как будто больше... Эти мне кажутся легче. Худее. То есть они однозначно худее. Посмотрите, какая разница. Первый раз на моем канале такие демонстрации. Потому что вообще подгузники для мамочки-блогера это та зона, которую мы не комментируем. Потому что не сегодня-завтра к тебе может прийти какой-то бренд и заказать у тебя рекламу на подгузнике. Еще что-то. Но мне кажется, что у нас это скоро совсем уже будет не актуально. Потому что Аня все-таки растет. Короче, они прям знатно так отличаются. Посмотрите. Вот на Эпи. Они такие прям большие, объемные, плотные. И это не то, чтобы плюс, но и точно не минус. Но просто здесь мне нравятся рисунки. Мне вот у на Эпи не хватает рисунков. Ну, кстати, хочется сказать, что это еще премиум. У них есть комфорт. И как-то у нас были комфорты. Они все-таки отличаются от премиум по мягкости. И, ну вот, то есть реально есть разница. Поэтому, если вы думаете брать, не брать, там, ну... Я вот беру Анечке премиум, конечно. Короче, вот мне не хватает здесь рисунков. Тут я смотрю, одна желтая полоска. Вот такая, которая, когда там есть жидкость. Она становится синей. Тут вон какая. Аж три полоски. Короче, удивительно. Но мне почему-то кажется, что Ане даже, возможно, летом будет комфортнее в памперс подгузниках. Потому что они, мне кажется, тоньше. И тут резинка мягче. Главное, чтобы она сильно не крутилась, не переворачивалась. И не было такого, что в итоге все мимо будет подгузника утекать. Поэтому тут на самом деле еще надо посмотреть. То есть, мислей у меня много. И так, на самом деле, разобраться, какой действительно лучше, тоже как будто сложно. Именно на ощупь. Сто процентов Неппи резинка туже. Это одна из причин, почему еще мне захотелось перейти на размер больше. Аня сейчас весит, наверное, 11 600. 11 килограмм 600. Ну, она у нас нормальная такая. Но она не... Она, конечно, пышечка, но она и ростом тоже не коротышка. Она высокая достаточно, как мне кажется. А получается, вот эти памперсы, они от 12 до 17 килограмм. А вот эти XL, они тоже от 12. Им, наверное, даже до... Ну, тоже примерно такой же диапазон. А получается, те, которые прошлый размер у нас, они, по-моему, вообще с 9 до 14 килограмм. И вот мы захотели их поменять, потому что мне показалось, что жмет маленько. Жмет, да. Короче, хз. В любом случае, мне вот нравится, что здесь есть рисунок. Это первые наши подгузники от бренда Pampers. Тут тоже написано премиум. Вообще, я посмотрела, отзывы типа хорошие. И по цене они, по-моему, тоже нихера себе. Сейчас даже сравним. Две упаковки, 68 штук, получается. Это в каждой или в двух упаковках? Это в двух упаковках. Кажется, наверное, 30, может, с чем-то. Да, 34 в каждой. Короче, 2 300 вышло. Давайте посмотрим на Epic Lab, сколько стоит. Это мне само интересно, если честно. Вот самые топовые эти пеленки вообще. У Epic Lab реально топ. Ну, я много разных пеленок покупала, одноразовых. Такое фуфло, такое фуфло. Ну, короче, я не знаю, но у Epic Lab действительно вот эта вот штука. Вы же видите, какая она нежная. То есть это прямо вот как... Как очень приятная такой пеленочка, на которой очень уютно спать. Ну, то есть у них действительно очень хорошее качество. Я прямо действительно в восторге. Мне очень оно само приятно к коже, к телу. И я думаю, Ане тоже хорошо. Мне еще понравилось, что у них есть ночные. Ну, конечно, у других брендов тоже есть ночные. Хотя, по-моему, не у всех. Ночные трусики, они еще более плотные. Но я думаю, больше не буду ночные трусики заказывать. Они еще более такие плотные, типа еще больше выдерживают. Но у нас Аня обычно в ночных спит. Не, хорошо все-таки, конечно. Я еще заказала Ане обувь. Вот она наконец-то пришла мне. С другой стороны, я думаю, может действительно и попробовать другие бренды. Потому что мы всегда, по сути, только на Epic Lab пользуемся. Ну, мы разными пробовали пользоваться. Но в итоге на Epic Lab, конечно, это самое. Комфорт стоит 44 штуки. У Epic Lab 1420 рублей. Еще то, что мне надо. Вот как я обычно беру. А, ну вот так, трусики премиум. 9,14. Да, килограмм. Товчонки, мне пришлось прерваться, потому что привозили документы некоторые на подписание. Бизнес леди, я поняла. Короче, я говорила, что Аня заказала обувь. Вот, не знаю, когда она придет, померяем, конечно. Но мне что-то как раз, что он больше. Хотя она уже большая. Блин, они такие похожи, что я такие одинаковые практически заказала. Мне казалось, я разные заказываю. Ладно, что я? И с кошками все, блядь. Что это такое? Странная я. Короче, вот такие вот туфельки. Они с небольшим каблучочком таким. Со специальной стелечкой. Аня сейчас у нас, вы сами видели, уже можно... Ну, она уже ходит сама. Вот, конечно, не свободно так, чтобы хоп и много прошел. Но она уже даже сама, бывает, встает. И такая шажочки сделает. Потом, правда, может на полку сесть. Но все равно. Это какой-то бренд, который, типа, мамочки советуют. Топи-бу какие-то. Ну, надеюсь, хорошие. Вообще, напишите в комментариях, девчонки, какая хорошая обувь для деток. Буду вам благодарна. Уверена, что мамочкам другим тоже будет полезно. Одна пара обуви стоила что-то там... Скажу, потому что это тоже интересный такой момент. По крайней мере, мне было интересно это все наблюдать. Я считаю, что обувь очень важна. Обувь очень важна для ребенка. Особенно, когда у него формируется стопа, формируется ножка. Чтобы все хорошенько, крепко держало. Чтобы, тем более, малыш еще не так уверенно ходит. У него, ну, еще нет вот этой, знаете, суперфиксации от косточек и так далее. То есть, он только учится ходить. И надо, чтобы все вот... Я знаю, так мне говорили, что вот сверху. Вот здесь должно хорошо держать. То есть, ножка должна быть вот... Чтобы она не выворачивалась, не подворачивалась. Поэтому, мамочки, это момент важный. Так, ну где? Господи, у меня столько маркетклассов, что я с ума хожу. Ну, здесь сижу, заказываю. Одно тут, одно там, другое здесь. Тут этого нет. Зашла оттуда. Ну, короче, взрыв мозга. Так, покупки, покупки, покупки. Ой, такая свежесть с ума сойти. Класс. Так, вот, я заказала, значит, одни. Вот эти мне обошлись. 2372, эти столько же. Да, до хера. Ну, как? Конечно, ноги-то быстро растут у деток. Поэтому, кажется, что нифига это, знаете, на пару месяцев. Ну, что поделать, так же, по сути, с одеждой. Но, все-таки, на обувь я не советую вам скупиться, так скажем. Лучше купить, мне кажется, какую-нибудь обычную недорогую футболку, там, ну, условно по акции и так далее. Пофиг, без вот этих модничеств. Но обувь, все-таки, это, я действительно, думаю, важно. Вот. Но я не знаю, типа, насколько это прям лучший топовый бренд. Ну, и вот именно с точки зрения здоровья, да. Потому что, понятное дело, что, вот, например, туфли, которые я, Аня, заказываю в Zara, заказывала. Ну, мне кажется, это такое. Ну, как бы, для красоты. Ну, нет, они норм, она в них, конечно, ходит. Можно сравнить размеры. Потому что эти, мне кажется, такими большими. Я теперь уже боюсь. Ну, мне кажется, они ей должны быть окей. Может быть, они ей будут не вплитык. Чуть-чуть на вырост. Тут еще можно затянуть. Все-таки нога-то быстро растет. Я просто думаю. Все равно мы это узнаем, только когда Анютка будет дома. Дай померяем. Вспоминаю, как моя мама тоже, ну, с ребенком приедем в магазин. Все это меряешь, взрыв мозга. Вот эти вот все головники с обувью. Нашу стопу там замеряли, рисовали на этом листе. Обводили ногу, сантиметром меряли. Потом ехали в магазин. Прикольно. Короче, купила Ане вот такие туфельки на лето. Сандали. Сандали, конечно, удобно. А вот то, что я в Заре заказываю, мне кажется, это такое. Вот эту обувь мне посоветовала Анита. Потому что она там ходила к деткам. У кого-то тоже такие. И она сказала, хорошие. То есть ей нравится. Я вообще в целом Аните доверяю в таких моментах. Потому что у нее большой опыт. Вот. Она, я думаю, хорошо в этом разбирается. В общем, посмотрим. Посмотрим. Мне, конечно, хочется самого лучшего для своего ребенка. И там у нее выходил влог, где Аня чуть Ментос не съела. Я, конечно, чувствую свою вину. Я ей дала сама эту упаковку Ментоса. Я думала, она просто покрутит в ручках и забьет. Но в итоге я отвлеклась на разговор с Кариной. Плюс я была за рулем. Снимала влог. Конечно, это неправильно. Она не съела Ментос. Да, она поела бумажку. Она у нас много разных бумажек уже ела. Ну, потому что такое бывает. Конечно. То есть все равно ты не можешь быть вездесущим. И все-все-все наблюдать. Все-все-все контролировать. И, конечно, у меня есть большие страхи. Не дай бог, чтобы она ничем не подавилась. Ничем. Ничто не съела такого страшного, да. Что прям опасно. За ребенком нужно следить постоянно. Глаз да глаз. И даже кажется, что вроде, ну, что там, ты же его посадил. Там с игрушками он сидит в своем там загончике. А даже игрушка. Игрушка. Ты не всегда можешь, ну, знать наверняка, какая деталь, где, в какой момент может вдруг отвалиться, развалиться. И на какие фрагменты и части. Ну, то есть я всегда стараюсь все игрушки смотреть. Понимать, какие опасные у нас зоны опасных игрушек. Какие можно сожрать и не дай бог подавиться. Какие допустимо нормально. Но все равно, знаете, никогда ты не узнаешь. Потому что это дело такое. И ты можешь следить, следить, следить. И просто на одну секунду на что-то отвлечься. И именно в эту секунду может произойти что-то очень неприятное. Поэтому, конечно, ну, дай бог, чтобы всегда все обходилось. Вот. Для меня это тоже все волнительно. И я тоже живой человек. И тоже могу где-то не быть на 100% внимательной. Как это того требует, возможно. Но я как живой человек могу сказать, что, конечно, для меня это все волнительный момент. И я очень переживаю за это. Но, по крайней мере, я всегда стараюсь в любом случае участвовать. Ну, как-то сказать, знаете, не просто бросить игрушки какие-то, а изучить эти игрушки. Понять, что с ним не так, не так. В плане там обуви, не обуви. Ну, то есть все равно какие-то... В чем-то я могу быть немножко невнимательной, наверное. В силу, может, незнания. Или того, что опыта в чем-то нет. Или просто, ну да, незнания. А где-то я очень такая, например. Не дай бог! Поэтому... Волнительно, волнительно. Все это волнительно. Давайте продолжим наши распаковки. У меня там целая еще сумка. Туфельки потом мы померяем с Анечкой. Нас посмотрим. Ой, тяжелый. Вот, мне, конечно, тоже интересно посмотреть, как Анютке зайдут новые трусики в Парперс. Не зайду. Я уже не помню, что у меня здесь, но должно быть что-то классное. Ой, еще. Но это такое, мне кажется, они такие маленькие. Это как бы для моря уже такое. Даже не знаю для чего. Но, по сути, вот эта хрень, и может, она и сможет в них ходить. Ну, вряд ли. Ряд ли, да? Будем честны. По размеру одинаково. Мне показалось это супер милым. Такие шлепочки. Тут есть вот такая хрень, поэтому, может быть, она сможет в них ходить. В общем, это все мы тоже протестируем. Теперь у Ани три пары новеньких башночков. Так. Какая она здоровая. Так это же для мамы. Это же для меня. Заказала Ани вот такую вот панаму. По-моему, это хэппи бэби, если я не ошибаюсь. Может, на будущий год. Ладно, померяем. Но мне кажется, она реально большая. Тут написано 48-50 размер. А зачем я такую большую заказала? Я такую разу заказывала? Там меньше не было. Ну, я подумала, она такая красивая. В общем, ладно, посмотрим. Зайдет, не зайдет. Вот такие заказала. У нас таких игрушек еще не было. Мне кажется, это прикольно. Причем я увидела такую подобную штучку у Карины, как раз, когда мы гуляли с детками. Вот. И мне показалось, что это хорошая такая игрушечка. Аня у нас... Я этого раньше не видела, потому что я не так часто играю с Аней в игрушках, как Слава. Потому что, когда я с Аней, то мы с ней там что-то такое делаем туда-сюда. Я ее кормлю, хожу с ней на руках. Потому что я, как мать, конечно, стараюсь успеть и дома убраться, и приготовить, пожрать. И все это с ребенком на руках. А Слава у нас такой папа. Он может сесть с Аней заниматься. То есть он тоже не просто там сидит, знаете, а он прям с ней занимается, что-то ей показывает. То есть он как вот та нянь, которую мы ищем. Ну, короче, и я вчера, можно сказать, в первый раз увидела, как Аня на вот эту вот пирамидку с пластмассовыми кругляшками, я впервые увидела, как активно она все это умеет делать. То есть она ее прям всю снимает, кольца ставит и засовывает эти колечки. То есть я себе это даже записала в заметке, что моя дочь, она такая умница, и я ее так люблю, фу на нее. Короче, к тому, что мне очень приятно видеть, как развивается мой ребенок, что за умения у нее есть, какие навыки она осваивает, там, до года, да, вот есть, что, через месяц год, ну, меньше уже, сегодня 13-е, это получается, что как раз 11 месяцев и неделя, и мне, конечно, как родителю очень это все приятно видеть, как твой малыш развивается, делает свои первые шаги, ну, вот все равно понимает, что надо вот эти кружочки надеть на эту палочку. Ну, короче, и я думаю, что ей должна зайти такая игрушечка именно вот ставить, потому что я с ней, когда сижу, занимаюсь, это, конечно, не всегда, там, большое время, долго там, ну, максимум, может, 40 минут я могу с ней посидеть, дальше мне надо опять бежать, что-то делать, успеть, там, потом либо Слава приходит, либо мы с Аней чем-то занимаемся в других комнатах, вот, но так я с ней пыталась, занималась, чтобы она, ну, вот шарики у нас есть, такие стаканчики и цветные, и шарики цветные, чтобы она ставила как надо цвета, вот, ну, поживем, увидим. Я, короче, заказала несколько таких штук, может быть, столько заказать не надо, хватило бы одной, но я подумала, пусть будут, плюс мы какие-то эти вот штуки с собой возьмем в Турцию, в поездку, чтобы ей было всегда чем, ну, интересно заняться. Еще мама привезла чемодан, у нас тут два, и еще один мы возьмем. Фу, какой-то запашок неприятный, не пойму от чего. Фу, от этой штуки. У меня было все в клеенке, в клеенке, да, ты, может, от этого еще. Ой, что-то я много таких на канале, претя уже. Короче, вот такая вот. Ну, просто вставлять фигурки, по сути, все равно, это же ребеночку полезно, ему же нужно, тут даже не нарисовано, тут надо по форме понять, то есть это как будто сложнее, потому что здесь ты достал, и тут такой же нарисован тигренок. Вообще, наверное, зря я это все распаковал, мы могли бы это все в Турцию с собой взять, ну, не все, а что-то оно сразу собрано было, ну, в принципе. Еще надо продумать для самолета занятия, игры, мы точно с тобой в самолет возьмем планшет со скачанными мультфильмами, это однозначно, девочки, однозначно. И, смотря на мультики, я понимаю, что мультики это вред, это минус к развитию, хотя, понятно, какие-то мультики, может быть, прикольно помогают, вот, но мы стараемся еще мультики, которые с музыкой, Аня очень любит музыку, папу своего, то есть она любит и танцевать, и все, мне кажется, тоже прикольно, что-то тяжелое, а, это аккумуляторы холода, мам, мам, нет. Прошлые мы свои оставили в Дубае, когда везде Агушу туда, вот, я не знаю, трех-то мне хватит, как будто нет, а, четыре у меня, наверное, два такие в одном. Так, короче, несмотря на мультики вот эти все, что это как бы вред, нет, но все равно малышка наша хорошо развивается, мы с ней занимаемся все время. То занятия такие, то сякие, надо, кстати, написать Аните, чтобы она завтра к нам приехала. Вот, мы на этой неделе, это будет у нас уже третье занятие. Поэтому ничего страшного, мультики иногда это действительно спасение. Вот вчера у нас Аня ни разу мультики не смотрела вообще. Вот, бывает день, особенно если мы в дороге в какой-то, или просто, ну, такие, знаете, бывают суматошные дни, что, ну, действительно, можешь мультики включить и прям нормально по времени. Ну, понятно, чего у ребенка там по времени, там, пока посмотрела, уже кушать надо, спать и так далее. Так, 80-86. Вот такой костюм заказала купальный. Итого у Ани получается три купальных наряда. Вот такой. Другой я заказывала на вырос, там еще больше закрыты ручки и ножки, там прям шорты такие идут. И еще есть просто трусики купальные, я брала в Кальцедонии недавно. Вот. И себе взяла накидочку. Кто на меня подписан в сторис, в запрещеночке и в телеграм, то вы видели. Так, и еще один аккумулятор холода, там две штуки. Надо их положить в морозилку и потом положим в специальные пакеты, в которых, ну, термопакеты, чтобы перевозить такие штуки, как огурша. Я думаю, что в Турции, Анечка, будет у нас много есть с общего стола. Такой план. Плюс огурши, наверное, на две недели мы не найдем с таким сроком. Возможно, купим еще, чтобы у нас были кашки. Обязательно творожки. Разберемся, разберемся. Ну, страшно. С голода точно сума не сойдет. И вот еще пришли салфеточки от Navy Club. Любименькие. Что-то мне еще прислали. Или все, больше не надо ничего мне показывать. Вот. Это я вот сейчас лежала на днях и всякое доказывала, оформляла перед нашей поездочкой. Ну и вот. От этой штуки что-то мне прям не понравилось. Вот. Еще общаемся с организаторами по поводу дня рождения Ани. Вчера я с ними созвонилась. Сейчас вам покажу парочку референсов. Как я вижу день рождения Анюки. Во-первых, вот так. Хочу, чтобы был батут обязательно. Понятно, Аня может не будет на нем прыгать. Но мне кажется, это как и фотозона, и для других деток улет. Что еще, что еще. Есть еще вот такая байда. Очень тоже все это хочется, чтобы был такой прям, знаете, карамельный рай. Хочу позвать много друзей с детками. Ну, понятно, это все они лучшие близкие друзья, коллеги, знакомые. Но все равно хочется, как-то знаете, мне кажется, детские праздники, вообще такие события, они в какой-то степени объединяют. Я думаю, можно сделать вот такой стол для детей. То есть у родителей можно сделать фуршет, а для деток можно придумать какой-то стол, за которым детки смогут посидеть, отдохнуть, покушать какие-то пироженки. Ну, такое. Я не знаю, пока мы ни меню, ни меню не продумали. Точно должна быть какая-то нормальная еда. Вот еще. Это я скидывала как бы референс. Еще мне очень понравилась вот такая идея для фотозоны. Тут два варианта. Вот такие розовые перья и вот сюда белые перья. Ну, я думаю, даже белые перья, наверное, получше. Еще у меня есть фантазия, чтобы мы с Аней были в одинаковых нарядах. Вот тоже есть примерно референс. Не факт, что у нас будут такие наряды. Это просто типа из Пинтереста я понадыбала. Хочется такой легкой, классной атмосферы. Понятное дело, что красивые вот эти все наряды, это чисто для фоток. А так в планах, ну, чтобы ребенок тоже игрался, лазил, занимался и, конечно, не в платье. Поэтому я думаю, что платье мы возьмем с собой и посмотрим в какой-то момент. Вот я не знаю, в какой. В начале дня лучше быть в платье, в торжестве как бы. Или как бы под конец, все-таки под конец типа торт. Но я не хочу, чтобы торт был в конце праздника, конечно, нет. Потому что детки, надо торт. Я думаю, можно в начале сделать все торжество, а потом дети просто пусть веселятся, играют, а родители спокойно пьют, может, шампанское, не знаю. Но я бы хотела прям классную вечеринку. Все-таки для нас это тоже большой праздник. Ой, даже не ерзан. И просто я так хочу делать такие праздники. И вообще хочу больше праздников. И мне кажется, это так здорово. Вообще. И прикольные какие-то шлепки. Как я вообще все это хотела. Все это так мило. Блин. Качество, конечно, фуфло. Однозначное. Но... Ну, пахнут просто резиной. Фу, качество реально говно. Какие-то шметки. Короче, сойдет. Для того, чтобы съездить один раз в Турцию, просто вот так вот повыображать шлепочками, сойдет. Мне еще нужно не забыть. Я хочу как раз вот в эту говняную погоду снять Рилс, где телефон снизу. И, например, я такая бегу, перепрыгиваю. И я такая, типа, х** на море. Потом смотрю на Славу с Аней, допустим. И говорю, ну вы че, идите сюда. Ты че там стоишь? Может, что такое, знаете, чтобы это было не так миленько. А такой, типа, ну че ты стоишь? Давай уже! Сколько тебя ждать? Ну, короче, не знаю, подумаю. Разные версии запишем. И я, типа, за ними возвращаюсь, прыгаю. И, например, подзываю. Говорю, ну давай! Она говорит, да не надо, не надо, чего туда-сюда? Ну, короче, потом, типа, они с Анюткой тоже прыгают. И мы вместе оказываемся на море. Я думаю, вы видели вот эти классные видосики Рилса. Короче, все, ладно, я побежала заниматься делами. Я уже забыла, у меня их миллиард, б***ь. Пошла снимать интеграцию. Перед этим зарядить немножко камеру. Все вот это разложу, расставлю. Пока будет заряжаться камера, похожу, навожу здесь порядок. Ну, все, слышишь, все? Я очень рада нашим вот этим приобретениям. Вот это, вот эти хорошо пахнут. Прямо как хорошая обувь. За потолку заходил две тысячи рублей. Так, а вот эти шлепки, интересно, фуфель сколько стоят? Ну, б***ь, фуфель, да не фуфель. 762 рубля. Нет, ну, блин, понятно, что это как бы не дофига, но они действительно, по ним приятно, что это, ну, прям вообще. Ну, посмотрим. Может, нормально в них будет. Просто я же не могу их на себя надеть и подумать, как мне. Прикольно, нет? Просто там, грубо говоря, там, где песочек, бассейн. Я так, знаете, расфантазировалась, как будто я Аню поставлю, она у меня х**а пойдет сейчас через неделю на море. Конечно, нет. Но просто вот, например, вот эти, они, мне кажется, кожаные вообще такие. Ну, их как бы, ну, жалко. Ну, не то, что жалко, а я думаю, что просто это и неудобно будет. Плюс туда песок. А эти легко снял, быстренько ножки так вот сполоснул, и все. Ну, короче, все равно такие какие-то шлепочки простые, ну, хотела взять. Вот, поэтому... Поэтому вот, все, ладно, я пошла. Короче, я уже собралась ехать в Турцию. В общем, у меня есть вот такие шортики новенькие. Это, кстати, единственные вообще шорты, которые, мне кажется, у меня есть в шкафу. Я их купила вот как раз недавно, после родов. Вот, ну, не знаю, дня три назад. Тумут. Они вообще вот так вот, типа. Слово, я не очень так люблю носить, но подпорю, может, буду так носить. Может, не с этим. Это я просто померила посмотреть. Это вот Бодик, который в каком-то влоге позапрошлом из... Откуда он там есть? Глазар, я че, да? Что там? Ну, короче, просто померила, чтобы посмотреть, как он мне. Это, по-моему, эска, и все-таки экс-эска была бы, она бы такая, ух! Короче, не хватило мне давления, так скажем. А вот такая сумочка у меня была от бренда... Забыла, как он правильно называется. Дай мне телефон. Не, я долго буду искать, хочу. Короче, обязательно потом отмечу на фоточках в запрещеночке. Так что ждите, вот. Прикольные у них шляпки классные. Тоже надо взять. Вот так вот для телефончика и пошел. Я уже себе нафантазировала, пока Аня будет спать дневной сон в Турции. Мы со славой будем играть в настольный пи***ц. Точнее, теннис. Вот. И это... Кайфовать, пить кофеек. Купаться в бассейне. А ее в тенек поставим. И будем рядом. Я вот не знаю. Ну, посмотрим. Это будет наше первое путешествие с ребенком без всех. Потому что в той поездке в Дубай мы могли, например, Аня спит и с ней кто-то из родных. Там наши мамы могли с ней быть. А мы плаваем со славой. Ну, обычно мы всегда с Аней вместе. Ну, вот реально. Посмотрим, как будет в этой поездке. Ну, вот мы сейчас со славой обсуждали, как мы любим Аню. И нам с ней хорошо. Все, мы по ней скучаем. Но иногда такой кайф походить по дому. Просто не думать, что там ребенок. Как там ребенок. Просто ходишь. Занимаешься своими делами. Как раньше. Понимаете? Хочешь, сидишь в туалете, в телефоне. Сколько хочешь. Ну, типа, не торопишься. Ну, короче, это такие, знаете, моменты прикольные. Но это все, конечно, прикольно. Сейчас Аня маленькая, туда-сюда. Но что осталось-то, по сути? Она скоро уже будет такая большая. Во-первых, садик начнется. Мы планируем садик. Просто не сейчас, конечно. Во-первых, садик. Во-вторых, просто она станет старше. Уже, ну, как-то, знаете, можно будет посадить ее там. Чтобы она что-то сидела, игралась сама. Ну, то есть все равно. Ребенок-то растет. И нужно наслаждаться тем, какая она сейчас маленькая. Ах, красота. Я начала собирать чемодан. Но не потому, что реально собирать. А для Рилса. Вот. А вообще мне надо все вернуть на дар. Так. Это у меня это. Я просто пока не собираю чемодан. Но думаю, что займусь этим. Прямо в ближайшее время. Может быть, даже уже начну складывать что-то. А вообще у меня появилась идея засосать в вакуумные пакеты. Чтобы было удобнее. Конечно, было бы классно, если бы мы обошлись двумя чемоданами. Потому что я планирую взять с собой много трусиков Ани, подгузников наших. Я уже это говорила вам. Вам надо будет много взять огушек, много еды. И, в принципе... Да, но мы возьмем место Аниными штуками, Аниной одеждой, Аниными игрушками. Я не планирую много игрушек брать. Но все равно я должна взять всякого разного, чтобы знать, что все... О, плюс какие-то сумочки взять, шляпочки взять. Ну, короче, да, наверное, возьмем реально три чемодана и не будем париться просто. Один чемодан будет чисто Анюткин. Вот. И два чемодана как бы наши. Нам одного со Славой точно не хватит. Хотя, вы знаете... Вы знаете, я не знаю. Я просто прикидываю. Надо собирать. Просто если один чемодан мы посвятим Ане, а другой нам... Потому что у Ани реально много всего. Еда, подгузники. У нас только еда. У нас только одежда, получается. Плюс у Ани тоже одежда. И я планирую много взять, потому что все-таки мы будем две недели там с маленьким ребенком. И она будет кушать, будет пачкаться. Еще я хочу всякие средства взять для мытья. Ну, ребенка купать в первую очередь. Вот такие средства. И эти. Там мыть бутылочки тоже надо взять. Все, мы как бы очень пользуемся. И я даже думаю, скорее всего, мы так и сделаем. Возьмем подогреватель. Он немного места займет. Конечно, займет, но немного. Но вот мы в Дивеево, мы его с собой не брали и пожалели. Сейчас вам его покажу. Все-таки реально классная штука. Мы ее заказали не сразу. Не сразу я узнала ее существование. Хотя, знаете, я люблю всякого заказывать. Тут у меня, конечно же, кастрюльки с теплой водой. Сейчас я еще поставлю, чтобы она всегда была гретая. Короче, вот такая есть штука. Просто ставишь, и она греет. Мы сюда бутылочку прям ставим без крышки, без соски. И там, не знаю, горячая, нет? Там водичка. И оно просто нагревает. Вот. Три минуты нам хватает, чтобы из холодильника достать огушу. На три минуты поставил. И она становится не горячая, не теплая. Такая вот, ну, короче, не ледяная. Вот. Просто еду, например, из баночки, супчики. Например, один раз на пять минут ставишь. И еще на три минуты. И вообще супер. Даже иногда можешь подождать, чтобы чуть остыло. Ну, короче, полезная вещь, на самом деле, в поездках. Так что буду точно брать такую хрень. Буду точно брать одну вот такую хрень. Потому что в ней можно будет греть супчик. Может быть, это странно. Или типа нахер не надо это все. Но как будто бы вот хочу чувствовать спокойствие. Возможно, еще возьму вот такую хрень. Это бокс этот теплый. Держать тепло. Вот. Наверное, даже возьму одну вот такую тарелку. Вот. Потому что я не знаю, будет ли в отеле что-то такое для ребенка. Мне кажется, вряд ли. И обычно, если я тарелку поставлю на стульчик, она сядет. И я обычную тарелку поставлю на стол. Я боюсь, что она ее может уронить, разбить. Ну, как бы зачем? Тем более, это много места не занимает. А мне будет спокойно, комфортно. Минус, мне потом это придется помыть. Да, это я не продумала. Ну, по сути, я могу просто зайти в туалет где-то там рядом. Я же просто была в этом отрезная, где там что-то. Ну, просто хотя бы сполоснуть. Ну, в общем, не знаю. Гемор посмотрим. Я, наверное, все-таки возьму. А если мне не понадобится, не пригодится, буду оставлять просто в номере. И все. Вот. Возьму кашки, витамин, обязательно нурофен, паильник. Хочу еды, еды, еды. Ну, короче, вот. Еще у меня сейчас постиралась Анюткина. Одесса, да. Так что надо будет ее повесить. Короче, у нас что ни день, то приключение. Мы купили недавно вот такое. Я вам показывала. И этот вентилятор у нас почему-то, когда работал, был запах гари. Вот я сейчас думаю, как хорошо, что ничего страшного не случилось. Потому что он у нас вчера перестал работать. И я думала, запах был, знаете, какой? Я думала, что это просто как от того, что он новый. Сейчас он, типа, выветрится как будто бы. Ну, я не знаю. Я вот так подумала, что, типа, такое. А в итоге вот он сейчас заработал. Завтра должны были ребят приехать, забрать его. Слава позвонил, записался, чтобы у нас забрали эту штуку, проверили. Очень странно. Просто вчера я вот... Короче, хер пойми. Вообще, меня это немножко напрягает, если честно. То, что она вдруг не работала у нас день. Она вчера вечером перестала работать. Но это реально странно. Я волнуюсь. Сейчас я сделаю себе бутерброды с красной икрой. Сейчас время уже 9.10. Только что подтвердили мне серию сториз. Ю-ху-ху! Вечеринка приобретает супер-пупер обороты. Короче, будем мы сейчас кушать. Никого не слушать. Нам скоро забирать Аню. Но она у мамы уснула. Хотя, как бы нельзя ей сейчас было спать. Но она вообще захотела. Я говорю, ладно, пусть петь. Потому что, как я вам рассказывала в начале этого влога, эта ситуация меня вывесила. Знаете, я лучше... Хотя, я даже не знаю, что лучше. Полтора часа ее укладывать спать. Или чтобы она быстро уснула, но потом ночью, возможно, проснулась. Вот это не знаю, не знаю. Грею воду, потому что сейчас... Я вроде по рекламе все сделала на сегодня. Я хочу еще снять кое-что. Стольку кое-какого. Поделюсь с вами, вот как и есть, рассказываю. Такая у меня тут работа. Сидишь себе, зовешь себя, потом коп, и надо что-то записать, что-то снять, отправить на монтаж. Ну, раньше сама, конечно, все монтировала. Прикольно. Прикольно-прикольно. Еще постиралась белье, я его так и не повесила. Вам скажу, что пошла вешать. Сейчас грею водичку, потому что хочу искупать Вивиену. Мы ее моем, да. Мы на нее болт не положили. Да ладно, на самом деле я понимаю, как бы, переживания людей. Я все прекрасно понимаю. Я могу согласиться с тем, что я не уделяю Виви столько внимания, сколько раньше. Но вот, кстати, комментарии, которые пишут, ну, конечно, вы же, типа, на нее забили болт, поэтому она вам везде сыт. Я уже говорила, что она уже не сыт. Но, возможно, конечно, она чувствует, что ей меньше внимания. Ничего не могу сказать. Я думаю, что, ну, это просто временное такое явление, потому что сейчас я очень сильно замороченная, правда, и работой, и ребенком. И мне кажется, что чем дальше, тем будет проще становиться, потому что в самом начале я вообще была заморочена. Сейчас у меня хоть немножко руки развязались, и на самом деле появилось хоть какое-то свободное время. Зачем, не то, что свободное время, а я стала менее замороченной. И чаще могу там и на Виву обратить внимание, которого она, конечно же, достойно и заслуживает в полном его объеме. И сейчас, например, вот я Аню ложу спать, иду в кровать, ложусь, лежу там в телефоне. Ну, неважно, что делаю, по-разному. То фотки обрабатываю, то рилсики смотрю. И я могу Виву к себе взять, чтобы она рядом со мной лежала. То есть такое, знаете, я... Просто я же это не выставляю в квот. Обратите внимание, Виву никто не бросил. Просто сейчас, после того, как на меня все накинулись как бы с хейтом, то, конечно, ну да, мне хочется все-таки сказать, что как бы там ни было, мы Виву любим. Никому не отдадим. Сейчас, конечно, отдадим. В Турцию Виву не поедем. Она никогда не летала с нами, и мы не планируем ее никуда с собой на самолете тащить, потому что нахрена, извините меня. Во-первых, куда мы поедем в Турцию в отель, я вообще не уверена, что туда с животными ездят. А во-вторых, ну просто... Зачем? Ну, некоторые берут своих животных. Что-то такие хлебушки тонкие. Это не я резала, а нарезные. Вкусно. Какая красота. Как будто бы все-таки хочется в чемодан накидать вещей, которые планирую с собой взять. Наверное, завтра они что-то собирают. Хочу искупать Виву. Ну, Виву, ей, конечно, это не понравится. Особенно не так, как я обычно купаю, получается, с какими-то там бедрами. Со всякой ерундой. Ну, что поделать? Чего поделать? Дай! Хочу знать, будет ли у нас этот живот или нет. А то я планирую вас есть. Мне зашло. Это икра нерки. Вкусная. Помню, когда была маленькая, не любила красную, ой, черную. Да я вообще никакую икру не любила раньше. Не красную, не черную. А теперь люблю. Ну, что там? Он, кажется, не идет. Зай! Ты будешь бутер? Да! Взять, вять. Он будет. Он будет. Я вот думаю, что бы еще такого постараться успеть, до того, как мы заберем они ухо домой. Нужно ли стараться что-то успеть, или просто сидеть и ничего не делать? Ты очень грустный, Зай. Еще погода такая, да? Ну, нельзя поддаваться погоде. А там еще голова болит. Не ведись на нее, на эту погоду дурную. Что, Таманя спит уже до сих пор? Уже много времени прошло. Не полчаса. Да, надо ее хоть забирать. Там не спит, пусть спит. А то ее фиг уложишь. А ее так фиг уложишь. Она же вчера легко заснула. Она уснула вот так. Ну, может, не совсем так, а вот так вот. Вот так. Типа не вот так, а вот. Короче, она уснула не вот так вот, а вот так вот. Но она просыпалась. Во сколько? В 4 она проснулась. И до 4.50 где-то она крутилась, вертелась. Не могла уснуть. И в конечном итоге тебе пришлось пойти и сделать ей гушу. После этого только она уснула. Пишут, что вообще гуша это типа фигня полная. И там типа сахар. И вообще это очень вредно, не полезно. И так далее, и так далее. Но... У меня тоже были такие мысли, что это не самая полезная еда. Но она же ничего другого не ела. Ну да, что я ела тогда. Просто не добавляет ей гушу вообще. Пусть плачет. Врач знает, что мы кормим ее. Ну да, она ничего не говорила, как его время. Ну и хорошего не говорила, но и плохого. Ну не знаю, блин. Так, по нот, да? Выходи сейчас с тобой дождь. Не, мне надо. Представляете, у меня должно было быть мероприятие 16-го, из-за которого наша поездка начнется только 17-го. Так-то мы могли бы и пораньше свалить на самом деле. Мероприятие отменилось. Но! Я пыталась сегодня записаться на маникюр-педикюр в 4 руки. Думала на завтра. Первый раз в моей жизни сказать, что вообще нет никаких вариантов, кроме 16-го. Ну, то есть, как будто бы все не просто так. Я всегда обычно, когда пишу на маникюр-педикюр, записываюсь, в любой вообще момент могу прийти. Как-то вот так выходит, знаете, что всегда есть место, всегда вот прям, когда я написала. Ну, короче, а сейчас прям не сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Короче, капец. У меня все-таки есть мысли и желание начать уже скоро собирать чемодан. Прям, что-то я не сегодня. Тут мне их только уши трясила, я тут надо искупать. Как раз водичка нагрелась. Я думаю, сама тоже пойду искупаюсь, голову помою. Правда, нам за ней ехать. Надо мне еще успеть ее тогда посушить, и ее посушить. Час назад она уснула. Здесь она спит уже час. Сейчас полдесятого. Это просто... Мы сегодня поздно встали. Она поздно уснула на первый дневный сорт. Конечно, была бы она дома, мы бы, наверное, ее квасили, чтобы она не спала. Но это плохо совсем. Завтра в 11.30 или 12 приедет Анита. Вот что обычно в таких ситуациях делать? Будить ребенка? Я могу понять, Аню погода реально такая, что я бы сама, может, поспала. Ну, блин, ну что делать? Ну, значит, поздно ляжет. Часто меня это не сильно пугает, потому что все равно завтра встанем пораньше, ляжем пораньше, режим все равно выровняется. Потому что сейчас мы вообще улетим в Турцию. Там вообще, я думаю, она опять будет сама засыпать хорошенько, как в Дубае. Потому что за ней классные эмоции. Часто в колясочке, часто гуляешь, свежий морской воздух. Ну, короче, что париться? Ну, конечно, какая-нибудь мамочка сейчас такая, нет, это невозможно просто. Представьте себе. А что? Что? Мама спрашивает, сидеть вес, а не завтра. Ну, может быть, хотя бы на полдня. Короче, все. Ты готова? Почти купаться.